так ну что всем привет сегодня проснулся раньше обычного уже бегу сейчас к машине чтобы ехать подавать документы по визе надеюсь все получится должно все получиться дух с парковки пытаясь найти как мне выйти чтоб попасть на нужную улицу осталось у меня две минутки так что иду сейчас ищу ну давай а вы не посмотрели новый выпуск youtube на влога на ютюбе посмотрите обязательно он уже здесь посмотреть я старался там интересно вот этот вот 9 9 выпуск обязательно обязательно прям нажимаете еще поставить лайк вот можно поделиться еще например вот и посмотреть а чтобы смотреть было удобно можно так вот нажать здесь правый кнопку вверху и скорость воспроизведения сделать 1 и 5 1 7 не надо доделать 15 принципе все понятно и не так нудно я рассказываю вот посмотрите пожалуйста выпуске новые еду я такой думаю глянь сколько места свободного а это просто поставили здесь поставили знак что будут здесь что-то делать и парковаться тут нельзя вот я увидел пока вам записывал видео увидел увидел что здесь кто-то выезжает и я подумал что надо стать сюда там уже какой-то хочет на это место встать но я тебе не дам конечно узковато здесь очень прям видите за ленточками заделано все и знак висит что парковаться нельзя вот там вот знак типа каких числах парковка запрещена и если ваша машина в эти числа будет здесь то скорее всего и эвакуировать без разговоров сейчас наблюдаю интересную картину не знаю плохо видно здесь в общем машина которая моет улице она вот проезжала и вот там сейчас парень который моет эти улице он стоит моет машину не знаю что происходит почему это так делается но он ее моет очень интересный смысл. очень recently как если я узнаю что это означает что мы сейчас выиграли то есть что там давайте тоже теперь я хочу надеюсь и не заметить не знаю что это такое да и что это таки а это показывает но что там где-то нашелся и все мы видим что они там в его Что значит я хочу сказать По поводу подачи документов я аж так не рассказал Все сумбурно получилось В общем не буду я вдаваться сильно в подробности В общем смысл такой, что я подал документы электронно С помощью электронной подписи И в принципе должны были эти документы Принять Вот они их приняли Но потом вернули и сказали Что нужно явиться лично Как бы это было странным Потому что для подачи таких документов Использовать электронные подписи И проблем в принципе никаких не бывает Но вот они сказали, что нужно явиться лично И куда явиться, как явиться Было все не совсем понятно было написано адрес но по этому адресу там нету того отделение которое мне нужно и надо было взять ситу ну типа очередь нужно встать на очередь этих сид нету короче все было очень так запутано сложно в итоге мне удалось понять найти место куда она еще нужно было взять со мной приехала вместе испанец юрист да называется хестор вот и мы мы заходим подавать документы а мужчина который понимает говорит а чего пришли ко мне надо подать их электронно мы говорим ну вот же типа письмо от вас там да вот этого ну короче что нужно подать лично он говорит но я тип и вот адрес написан типа ваш он говорит но я типа прямую горит но я сделаю принципе тоже самое я просто отсканирую их отправлю также электронно то есть смысл будет тот же самый что делали мы еще в декабре месяце вот но юрист мне говорит что типа у нас уже будет бумажка что нас их приняли уже и возможно это как-то там поможет нам вопрос этот решить но честно говоря отчета я хочется конечно верить что все получится но мне что-то кажется что как это будет опять из-за того что ничего не понятно будет какие-то странные странные моменты но я не отчаиваюсь все таки хочется верить что все будет хорошо потому что мне нужно это сделать нужно чтобы это все было вот сейчас я приехал на вокал буду заниматься и я взял песню аэросмит аэросмит я уже рассказывал в одном из выпусков своего влога рассказывал что песня аэросмит из кинофильма армагеддон вот и вроде бы мне я могу ее спеть но конечно же я понятно что исполнитель этой песни до расми солистая расми то у него голосяк это такой серьезный вот и мне далеко до него но вроде бы я попадаю по своему диапазону в эту песню и что-то как-то вот у меня какое-то ощущение что наверное рано мне эта песня черновато надо еще как-то попробовать подготовиться к ней но с другой стороны с другой стороны пока ты не возьмешь что-то тяжелое и не будешь пробовать справляться с ним у тебя не будет результата то есть можно да конечно мелкими шажками куда-то двигаться но когда ты берешь что-то сложное и ты пробуешь это сделать мне кажется это больше результат чем когда ты много маленьких побед таких по чуть-чуть но не могу сказать это правильно но я короче все-таки буду пробовать еще одна песни с которым даже можно попробовать вот сегодня посмотрим чем не скажет преподаватель по вокалу так что пойдемте покажу привет да хорошо хорошо спасибо спасибо и 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 Любовь моя, любовь моя, без любви, а там любовь моя, чувствую я. Привет. Привет. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. I can stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are singing, every moment I spend with you is a moment I spend your time, all the girls' life. Ну что сказать, вы все слышали, ну практически все слышали. В который раз я убеждаюсь, что все вот проблемы, с чем бы они ни были связаны, это все в нашей голове. Вот я беру высокую ноту, которая есть в песне, то есть я могу до нее дойти, я ее беру, ну скажем так, не без сильного напряга, но я могу эту ноту взять. Но в песне, когда ты о чем-то думаешь, надо сконцентрироваться на многих вещах, вообще все-таки для меня это такое тоже большое удивление, что люди, которые изначально предрасположены к пению, насколько им в какой-то степени повезло, что они легко берут, чувствуют какие-то вещи. И понятно, что без определенных тренировок этого не достичь тоже, но чтобы улучшить результат. Вот, но я понимаю, что все такие вот вещи, проблемы, они все в голове. То есть я ноту беру, а в песне я ее взять не могу, потому что я не так дышу, я не так открываю рот во время песни, то есть чтобы эту ноту правильно пропеть. То есть столько вещей, которые, когда я пою, я не могу понять, почему я не могу этого сделать, то есть я вроде бы ее же беру, а когда пою, не могу. Это настолько вообще наука целая, блин, ну так все интересно, так хочется попробовать. Главное, когда ты видишь результат, когда результат есть, и ты понимаешь, что, блин, классно, даже для себя, может быть, на широкой аудитории это не так красиво выглядит, но для себя такое достижение, ты думаешь, блин, круто, надо продолжать. Такие вот мысли посещают меня после вокала каждый раз, когда что-то новое для себя узнаю в этом, понимаешь, что сколько всего интересного-то в мире творится, сколько всего классного, а мы сидим на месте, не шевелимся. Возвращаясь к влогу, который был неделю назад, я говорил о том, что нужно поднять свою задницу и двигаться, что-то делать, вот, да, это так и есть. Я заметил, вот, я уже, это сегодня будет неделя, вот, я записываю влог неделю. Уже мне проще, я уже не так сильно там напрягаюсь, что надо что-то записать, что-то наговорить, то есть уже как бы, да, все, уже беру камеру, записываю, там, что-то ищу. Вот, и теперь уже следующий этап, да, уже, кстати, на монтаже, вчера там тоже для себя один момент раскрыл, как, ну, ускорить, да, скажем так, потому что время хочется совершенствоваться. Вот, вот, нашел один момент и сразу там уже, ну, ускорил свой процесс монтажа. То есть сейчас я уже наработал, да, что нужно брать камеру и снимать, вот, и думаю, что следующий этап это будет, чтобы интереснее был, потому что, ну, чтобы влог был действительно полезным, интересным, какие-то мысли были правильно сформулированы. Вот, так что не переключайтесь, я буду только контент улучшать. А еще, кстати, еще, мне сегодня, почему, вот, вот почему-то какие-то вещи, иногда какие-то вещи, ты думаешь, блин, ну, вот вроде бы все логично, все понятно, все и так ясно, остается только взять и сделать. Но я почему-то этого не делал. Буквально, я вам рассказывал вчера, да, что буквально я вам нужно было выложить подряд три шорта или четыре. У меня один шорт за 20 минут набрал полторы тысячи просмотров. Вот, на ютюбе шорта эти, да. Вот, причем такое же примерное видео я выкладывал давно там, и оно тоже набирало просмотров. То есть, не знаю, с чем это связано, я даже никаких хэштегов ставил, ничего. Просто я одновременно, ну, там, с разницей там в пять минут выложил четыре шорта. И одно набрало полторы тысячи. Одно сегодня заблокировали, потому что там музыка, жалобы на музыку были. Вот, и, блин, думаю, что вот, ну, что, что, какой секрет? А на самом деле просто вот как-то алгоритмы выкинули это видео, в чем-то что-то произошло. Вот, хотя, в принципе, видео все интересны, на мой взгляд, да, и должны были все сработать. Но на одном видео там 20 просмотров, на другом 30, на третьем полторы тысячи просмотров. С чем связано, непонятно. Ну, алгоритмы нам не понять. Но, вот неделю я выкладываю, у меня просмотры просто взлетели на ютюбе практически в два раза, учитывая то, что влог, на влогах просмотров немного. Но все просмотры у меня прям часы увеличились. То есть, я буквально вот вчера, позавчера смотрел аналитику по ютюбу, по своему каналу, и прям неделю контент постоянный, и прям очень такие хорошие результаты. То есть, я вот сейчас, опять же, буду, на следующей неделе, сейчас буду подготавливать план роликов по выпуску на ютюбе, именно таких уже хорошо подготовленных, там, полезных, там, про съемки и по монтажу. Вот, сейчас буду писать сценарии, и буду тоже их выкладывать, наснимать и выкладывать. Так вот, к чему я, такую долгую подводку. И мне Света говорит сегодня такая, типа, что тебе нужно выкладывать. Я об этом почему-то сам не додумался, хотя думаю, ну да, нужно. Нужно выкладывать шортсы с подкаста, которые у меня есть, уже выпусков там много, нарезочки делать и выкладывать их, и они будут тоже залетать. И я такой, блин, ну точно, надо же это делать. Вот, приступим к этому. Так что, если увидите уж мои шортсы, в шортсах подкасты, поставьте лайк, досмотрите его, напишите комментарий. Вам не сложно, а мне приятно. Статистика поднимется. Ну, пожалуйста. Ну, а я поехал домой. Света ждет меня, чтобы записать ей, нужно записать ей рилсы. Надеюсь, она уже подготовилась. Останется только нажать кнопочку записи, и все будет готово. Потом это все смонтировать, отдать ей. Короче, записывайте. Еду. А еще я сейчас вот пытался камеру пристроить вот сюда, чтобы можно было снимать из себя во время там движения, чтобы это было максимально безопасно, чтобы я кнопочку нажал, и запись пошла, и я не думал о камере. Потому что сейчас она, когда здесь я ее ставлю, она немножко двигается на поворотах, вот. И я сейчас что-то пытался как-то сюда ее примастить. Вот. Наверное, какое-то буду заказывать крепление, чтобы прям туда, типа, раз, вот так вот, и все. Потому что присоски, которые на стекло, я не знаю, насколько здесь разрешено. По-моему, здесь запрещено что-то клеить на стекло, типа, там, навигаторов, там, всяких телефонных держателей. Вот. Потому что камеру, конечно, тут так не закрепишь на простом держателе. Вот. Поэтому сейчас буду гуглить что-то такое. Грязная, блин, машина, надо помыть ее уже съездить. Одна из очень важных вещей для автомобилистов в Испании – это вот такая вот штука. Потому что если ее не завесить, то в машине будет просто жесть. А если у вас еще, не дай бог, кожаный салон, у меня, слава богу, не кожаный, то вы просто не сядете в машину. Вот. Если бы была такая возможность, я бы на время стоянки автомобиля в солнечной части парковки закрыл бы всю вот таким отражающим светом, чтобы потом было легче. Потому что когда будет на улице, типа, 40 с чем-то, и машина стоит на солнце – это жесть. Займемся упаковкой. Пойдемте со мной, не забуду, что я вас в машине. Ты меня снимаешь? Да, я сегодня красивая. Сегодня красивая? Да. Ты готова? Ну да, я только сценарий пишу сейчас. Только пишешь сценарий? Ну, у меня есть три сценария, не знаю, какой выбрать. Ну, все. Я тебе говорю быть готовой. У меня есть три идеи для той дорожки, которую я тебе сейчас включила. Смотри, я хочу разыграть, типа, эксперта, который начинает снимать релс или который уже снимает релс. В общем, в зависимости от контекста. У меня есть плюс-минус, плюс-минус, правильно? То есть радуется, грустит, радуется, грустит. Второй вариант. Я придумала крутой релс, залетит. И опять потом, типа, что, как бы, просмотры пошли, но подписок мало. Важно в инстаграме, что все хотят. Как будто он только решает, типа, я буду продвигаться. Все, типа, снимают-снимают. Тоже такая боль для всех. Хотят снимать, но разочаровываются и считают, что релс не для них. Просмотры пошли, но нет подписок. Тоже тема, да? И третий. Ну почему ты такое лицо делаешь? Потому что ничего не получается. Вы что-нибудь поняли? Ты что, ничего не понял, блин? Я пока снимал тебя, я думал, как я буду монтировать эту часть. Короче, заново. У меня есть три идеи для релса. Пока. А еще одна вещь. Я думаю, они уже несколько дней. Короче, как вы видите, я монтирую сейчас с iMacBook Air. Это M1 MacBook 20-го года. Вообще, самая базовая комплектация. Но вот он работает даже шустрее, чем мой iMac. Я вместо продвижения REL студентки чуть не обсовала продвижение ARTOOL. Он заменил мне релсно ртом. Что вы знаете о продвижении ARTOOL? Капец, позорище бы было, господи. Так вот, значит, не сбивай меня. MacBook Air. Можешь закрыть дверь вот эта? Бля, тебя не было, все было хорошо. Никто не возмущался. Видите, абьюз, абьюз. Абьюз идет. Я шутю. Да, 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 да. Так вот, значит, MacBook Air 20-го года с параметрами. Блин, да тут нет никаких параметров. Какие параметры? 8 гигабайт памяти. 8 гигабайт памяти. И iMac 7-го года. 3,8 гигагерц. i5-й. Память 40 гигабайт оперативная. Видеокарта 8 гигабайт. SSD, вот эти все дела. Я на нем не могу нормально монтировать кадры 10-битные Full HD вот с этой Sony. Вы представляете? Вот на этом компьютере я спокойно без прокси... Ну как спокойно? Ну без прокси могу. Вот я влог монтирую на Air. И в принципе комфортно, то есть без каких-то там особенных загрузок можно это сделать. Потом, даже вчера я пробовал накинуть слой покраски и порезать с ним, но он, конечно, подтормашивал. iMac вообще не тянет. Даже просто 10-битный какой-то там, ну какие-то маленькие кусочки может. Вот, но не больше. И это так меня расстраивает, потому что мне нравится то, что большой монитор, все классно. Она уже старенькая, конечно, модель и надо его, короче, продавать. Я вот задумался сейчас отфоткать его и повесить на объявление о продаже. А вот что купить взамен, тоже вот вопрос. Хочется что-то мобильное, чтобы можно было с ноутбуком куда-то поехать и без проблем помонтировать. Но в то же время хочется большой монитор. Вот. Я смотрел, можно взять Mac Mini. В принципе, на хорошую такую топовую комплектацию. Ну не топовую, ладно, на такую среднюю комплектацию, которой будет достаточно. И он по цене такой, ну приемлемый, допустим. Но к нему нужен монитор. Хороший монитор тоже стоит денег. А я думаю, что может быть взять Macbook какой-нибудь Pro на M2 и к нему монитор, чтобы если дома работать, подключил монитор, там что-то смонтировал, а все остальное делать на Macbook. Такие вот грустные мысли. Прости, старый астрал у тебя. Да, Китай. Да. Ходил я забирать свет, чтобы сейчас не матерился. У меня он лежит в машине, потому что сумка занимает много места. Там в ней штативы, стойка. Давай понаснимаем, а потом выберем, хорошо? Снимаем. А ты можешь на меня поставить? Ну тогда я ничего видеть не буду. Не снимай меня вот так низко. Вот эта вот часть, она меня очень... Ёпта. Эти съемки рилсов, это с этими рилсмейкерами, продюсерами рилсов, это просто какое-то мучение. Ох, шучу. А ты там жалуешься. Все отлично. Все хорошо. Прекрасно все. Сейчас все снимем, смонтируем. Да, она готова. Вот так лучше. Что, тебя крупно опять снимать или как? Как хочешь, давай посмотрим. Ну посмотри. Нет? Да, хорошо. Все? Фу, блядь, я устала. Беру банан. Там красивый... Неправда. Короче, я чищу банан. Ты что, по инструкции делаешь? Нет. А куда ты там подглядываешь? Никуда. Добавляю клубнику. Нихреная клубнику отрезала, блин. Как будто она растет у меня в огороде. Так, это тебе, да? Ну, допустим. Так, вот клубничка. А что там, какие-то специальные для меня ингредиенты будут? Нет, сейчас семена чия добавлю. Сейчас как сильно заряжусь, смотри. Так, и лайфхак, который мне дал один блогер. Ничего себе. Прям лично? Да. Давай, сейчас мы всем расскажем. Делать не с водой смузи, а с обычной водой, а с кокосовой водой. А где брать кокосовую воду? В магазине. Она получается... Вкус вообще такой интересный. Так, что, больше тебе нечего добавить, да? Ну, хочешь, я туда молока добавлю? Нет, вот там уже кокосовая вода. Вкусно. Да, мне кажется. Алиса, не время сейчас. Пауза. Хоп! Хей, ла-ла-ла. Просто боюсь, что он густой будет. Так. Это мне подсказало, кстати, добавлять кокосовую воду. Блогер-нутриционок Настя. Рамамурти. Рамамутри. Как у неё там правильно? Настя, прости. Если ты видишь это видео... Всё. Так. Ну, давай. А может... Мне кажется, надо добавить банан. Добавить тебе банана? Посмотрим, как там. Ну, хотя нет, нормальный. Всё. Ну, с тобой же коктейль, я не знаю. Надо добавить. М-м-м. 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 Спасибо, вкусно. Спасибо, Рамамутри. М-м-м. Настя. В общем, сняли ролики. Точнее, один рилс. Свете. Уже всё смонтировал. Всё. Я отдал. Она уже, наверное, его выгрузила. Может, завтра выгрузить. Не знаю. Вот. И сегодня с утра я, когда проснулся, значит, как всегда, беру телефон. Первым делом надо посмотреть в телефоне, что там кто написал. Я увидел, значит, там новость, что Sony выпустил новую камеру. По совпадению, это камера ZV1 как-то там, ну, конечно, для влогеров. Я такой думаю, блин, это знак. Я начал заниматься съёмкой влога, и мне необходима эта камера. Я такой думаю, ну, ладно, она вроде там стоила, типа, не супер дорого. Предыдущую версию, думаю, наверное, обновили там. Ну, чуть подороже будет, но в каких-то там разумных пределах. Я начинаю смотреть её спецификацию, и там просто, ну, типа, вот для такой камеры это прям очень круто. Там и стабилизация, и 10 бит. В 10 бит можно снимать, и плюс, что там ещё, 4К, 120 кадров в секунду. Ну, то есть, по уровню съёмки это, типа, как i7s3 или там fx3. Вот, и я такой думаю, так, начал смотреть, значит, эти все обзоры, ну, которые на сайте Sony. И думаю, так, сколько же она стоит? Захожу на магазин, чтобы посмотреть, и понимаю, что стоит она 2700 евро. 2700, камера для влогера. Но, типа, там написано, что сенсор у неё от i7s3, то есть он полнокадровый. Это уже не кропнутая камера. И у неё там автофокус от i7r5, и какая-то там система ещё у неё там от i7s3. То есть они в маленькую камеру запихнули всё, типа, самое лучшее. Ну, как они говорят, вопрос, насколько это всё правда, потому что понятно, что раз пишут, то они всё прекрасно. Так же, как i7s4 тоже тогда, когда появилось, там всё классно, всё супер. А потом маленький такой нюансик, что в 60 кадров, в 60 или в 50 кадров в секунду, да, она снимает в кропе, если в 4К снимаешь. Такой нюансик такой, но многим, я думаю, он подпортил кровь, как и мне в том числе, что объективы, получается, не получится использовать все универсально. Вот, в i7s3 там нету некого кропа, снимается всё на полном кадре. Не, ну, можно в кроп перевести, но в основном всё на полном кадре. Вот, я уверен, конечно, что там много каких-то будет косячков в этой камере. Ну, если это действительно всё, как они описывают, будет всё так, то это прям очень крутая камера. Потому что, вот что лично мне не нравится в i7s4, я не знаю, как вы, но я через глазок снимал последний раз. Ну, последний раз я снимал вчера через глазок, потому что было очень яркое солнце. Но обычно, я в последний раз снимал видео через глаз, это когда у меня была i7s2, это было очень давно, года 3 или 4 назад. То есть, мне он не нужен по факту, да, и все камеры идут с этим вот видоискателем. И я всё снимаю через экран. Из-за этого, как бы, камера такая громоздкая. То есть, я поэтому и хотел себе изначально взять i7s3, потому что у неё корпус покомпактнее, меньше. Вот, и, ну, то есть, не такая она громоздкая. Но, а в этой как раз ZV, она ZV-1, там, EV1, EZ, не помню, как правильно называется. Вот, она вообще, ой, она вообще компактная. Там микрофон встроенный, который прям специально для того, чтобы влоги писать, там, всё супер. У неё кнопочки там какие-то удобные, зум. Ну, то есть, прям реально по оснащению очень крутая камера. И, наверное, если бы сейчас бы я покупал бы, выбор бы стоял бы, я бы, наверное, не покупал бы A7 IV, а взял бы такую вот ZV-1. Если она полнокадровая, там, всё тоже такое же оснащение. Вот, и теперь я прям задумался, может быть, мне обновиться на эту камеру. Потому что, в принципе, там весь функционал есть. Сижу, короче, думаю. Вместо того, чтобы поработать, сижу, думаю. Так, ну что. Сегодня день у меня особо неинтересный. Ничего такого не происходило. Сейчас часок ещё помонтирую. И на тренировку, на футбол. Тренировка громко сказано. Ну, конечно, на футбол я и пойду. Поиграю в футбол. Ну, вот, а завтра, что завтра? Завтра новый день. Чё будет завтра, не знаю. С утра посмотрю. А в субботу у меня будет тоже... Целый день будет съёмочный. Я буду снимать спорт, футбол. Думаю, будет интересно и влог, и чё-нибудь расскажу там интересненько. Как-то так. Всем спасибо за просмотры. Поставьте лайк, подпишитесь, комментарии напишите. Как вам вообще? Кстати, неделя, неделя уже прошла, как я снимаю. Вот. Что вы думаете? Как вам? Я то, что вижу, это очень классно. Результаты, которые были. По статистикам, по всем этим круто. Как я уже говорил, теперь буду улучшать контент. Всё. Всем спасибо, всем пока, хорошего дня вам, вечера, утра. Потому что, как вы мне пишете, что кто-то с утра смотрит. Поэтому, если вы смотрите с утра, то классного вам дня, хорошего настроения. Если смотрите вечером, то спокойной ночи вам. Если смотрите днём, отдохнули и теперь опять работать. В общем, всем спасибо. Рад был вам с вами побыть тут. Всем пока. Да. А я пошёл работать.